здравствуйте и позвольте разжечь сегодня 17 мая 2013 года и мы беседуем с сопредседателем партии рпр парнас борисом немцовым здравствуйте борис ефимович добрый вечер много вопросов к вам накопилось вы только что приехали из кирова где присутствовали на замечательном суде над алексеем навальным ваше впечатление что там происходит ну я уже второй раз я был когда начался процесс 17 апреля и вот собственно 15 мая продолжил суд ну во первых что меня обрадовало обрадовало меня что перед началом судебного заседания были установлены такие пикеты щиты повествующие о хищениях многомиллиардных хищениях на сочинской олимпиаде и честно говоря это было в каком-то смысле начало презентации нашего доклада нашего доклада партии рпр парнас мы об этом поговорим да вот но тем не менее вот эти щиты из которых я сказал что друзья путина украли на олимпиаде до триллиона рублей это то с чего все началось а вот а также столкновение с полицией по поводу плаката путин вор а что же не понравилось полиции ну сначала им было все равно потом видимо они из москвы получили какую-то инструкцию что это плохой плакаты пути мне вот ну типа то ли вор то ли не вор но в общем им это не понравилось они стали этот плакат незаконным образом изымать не объясняя собственно на каком основании не его изымать теперь собственно суд что хорошо хорошо то что в отличие от суда хамомнического басманного идет трансляция судебного заседания что беспрецедентно и что я считаю плюс второе что меня поразило меня поразило то что выступали руководители лесхозов и леспромхозов которые входили в холдинг киров лес и они должны были быть свидетелями со стороны обвинения но все их показания были показаниями не обвиняющих а защиты ну то есть на прямые вопросы а вот это вятская лесная компания который имел якобы отношения навальный она воровала лес ответы все до едины руководители из промхозов говорили что нет не воровала об вовремя платили деньги за поставленный лес ответ да вовремя платили отгрузка происходило по графику до происходил по графику вот одна и руководительница леспромхоза даже сказала что для нас совершенно очевидно что это дело политический заказ и мы тут с руководителями других лесных организаций давно давно уже это знаем она прямо в зале суда и прокурор пытался перебить сказал я снимаю такой ответ мне не нравится такой ответ и так далее то есть получилось так что свидетели стороны обвинения оказались свидетелями страны защиты вот судья там морщился какой-то проявлял какое-то ну такое неудовольствие что вот так получилось но это то что я видел вот но в принципе что еще бросается в глаза что когда свидетели говорят что навальный офицеров общем ничего не воровали тогда прокуроры вскакивали и зачитывали показания этих самых свидетелей которые как под копирку там совсем иной характер носили у меня сложилось ощущение что всех этих людей обработали перед этим и показания которые они давали в кабинете у следователей никакого отношения ни к реальности никаких показаний в суде не имеемFP почему они изменили показания как вы думаете сейчас почему на иначе показывать понимаете когда ты приходишь сюда и когда присутствует навальный которого они многие первый раз видели офицеров которые они кто-то видел тот не видел и когда очень много зрителей на журналистов и когда судья говорит что вы не имеете права врать суду а судья это объявлял что вы не имеете права врать, то человек, неискушенный человек, нормальный человек, он действительно считает, что врать нехорошо в суде. И вот в суде они говорили правду. Как вы считаете, дело развалится в итоге? А дело у нас... Слушайте, дело сфабриковано от начала до конца. То, что я видел, когда свидетельцы стороны обвинения становились защитниками Навального, означает, что дело разваливается. Я вообще не представляю, если честно, как судья Блинов, я ему не сочувствую, но просто я не понимаю, как он будет изворачиваться на основе тех показаний, которые я лично слышал. Вы ему не завидуете? Я ему не завидую, я ему сочувствую, я не знаю, зачем он вообще это дело полез. Но я не представляю, как на основании показаний этих людей можно обвинить Навального. И еще там была одна очень смешная сцена. Дело в том, что сначала выступал первый заместитель Белых, Сергей Шерчков. Это первый вице-губернатор Кировской области, который курировал как раз лесную отрасль и курировал Киров лес. И вот Сергей Шерчков на прямой вопрос, какие были отношения у Навального с руководителем Киров леса Аполевым, ответил, что у них были плохие отношения, что Навальный требовал увольнения Аполева, Навальный требовал проведения аудита Киров леса. Естественно, никого аудита Аполев проводить не хотел и не проводил. Но самое главное отсюда вывод вот какой. Как люди, которые конфликтовали друг с другом, могли создать устойчивую преступную группу по грабежу Киров леса. Ведь, собственно, в чем обвиняют Навального? Что он вместе с Аполевым создал эту преступную группу, и они украли вот этот самый лес, и в итоге Киров лес, собственно, обанкротился. Но выяснилось в суде, и это первый заместитель губернатора сказал, что они не могли создать никакой группы, потому что друг друга ненавидели. Как от этого, от всего можно будет отмежеваться, как можно будет сфабриковать заключительное обвинение, я не представляю. Ну, мы будем следить за тем, что происходит в деле Алексея Навального. А сейчас, Валерий Стефимович, другой вопрос. Случилась отставка страшного, ужасного и могучего Владислава Суркова в это время. Каковы ее причины, на ваших словах? Ну, смотрите, есть глобальная причина. Сурков больше им не нужен. Мавр сделал свое дело. Смотрите, что делал Сурков. Сурков поставил задачу любой ценой обеспечить всевластие Путина. Методы, которые он использовал, подлые, гнусные, такие, ну, совсем мерзопакостные методы, которые называются суверенной демократией, включали в себя фальсификацию на выборы, включали в себя организацию вот этих самых провокаторов из нашистов, да, финансирование этих самых нашистов, включали в себя гнусную политическую цензуру средств массовой информации, появление черных списков, включали в себя манипуляцию общественным мнением с помощью телевидения и так далее. Все эти методы показали, обанкротились тогда, когда прошли выборы в Государственную Думу в 2011 году, и выяснилось, что эти выборы были тотально сфальсифицированы. И Суркова уже тогда отстранили, ведь после митингов на Болотной и на Сахарова Сурков был уволен. Он был уволен в декабре 2011 года. То есть суверенная демократия имени Суркова приказала долго жить уже тогда. Значит, сейчас власть приняла совсем другую концепцию и другую стратегию. Сейчас власть сделала ставку на репрессии. Нужен не Сурков, а Бастрыкин. Сурков, конечно, кидал на мою машину унитазы. Нашисты плескали мне в глаза на шатырный спирт, чтобы я ослеп. Там огромное количество всяких гнусностей они делали еще. Но Сурков не занимался репрессиями с помощью Следственного комитета, ФСБ и подразделений по борьбе с экстремизмом. То есть Сурков уже не нужен. Другие методы, методы имени Лукашенко. То есть они будут закручивать гайки все туже и туже. Да, Сурков не нужен. Дальше. Что касается геббельсовской пропаганды, то за это сейчас блестяще отвечает Володин. Опять Сурков не нужен. Но он же не лучше Суркова. А может даже и похуже. Он просто другой. Он такой более прямолинейный, не такой образованный. Он прямой как шпал. Да, да. Такой достаточно понятный, предсказуемый и так далее. С ним все ясно. Теперь второй сюжет. Второй сюжет. За что уволили Суркова? Значит, Сурков не нужен. Теперь. За что его конкретно уволили? Его уволили, потому что считается, и был донос, это сейчас уже никто не скрывает, считается, что Сурков финансировал оппозицию. А он финансировал? Значит, параноидальная версия, которая доминирует сейчас у Путина и в Кремле в целом, состоит в том, что Сурков содействовал получению гонорара Пономарева в размере 750 тысяч долларов, да, там за лекции и так далее и тому подобное. А Пономарев, в свою очередь, финансировал Сахарова, Болотную, Марши и так далее и тому подобное. Я сразу говорю, я не знаю, помогал Сурков получить Пономареву гонорар в 750 тысяч долларов, или не помогал, я не знаю. Я только знаю, что показания вице-президента фонда Сколкова говорят о том, что Сурков помогал, и об этом писал Форбс. А это вообще хорошо, да, 750 тысяч долларов? Ну, это огромные деньги, что-то обсуждать. Но я вам про другое. Вот это я не знаю, помогал Сурков или не помогал. Я только знаю, что когда Пономарев обнародовал, как бы все договоры, там, вот все техзадания и так далее, то он там благодарность Суркову выражал. Пономарев выражал благодарность Суркову. Это правда. Вот. И он, кстати, этого не скрывает. За что он выражал благодарность, я тоже не знаю. Я знаю другое, Александр. Я знаю, что Пономарев никогда, вот это я знаю точно, никогда не поддерживал финансово никакие акции протеста. Ни одной. Ни одной. Это я знаю отлично. Ни одной. Я вам больше скажу, у нас были очень сложные ситуации, например, перед акцией 12 июня прошлого года, 12 июня, да, когда у нас образовался дефицит, и когда на оргкомитете протест на этой акции, да, в те дни, когда проходили обыски, помните, у Собчак был, у меня был обыск и так далее. И вот у нас тогда образовался дефицит, и мы тогда решили, что участники протеста должны свои личные деньги дать. Даже тогда Пономарев денег не давал. А чем он мотивировал? У меня нет денег. У меня нет денег. Более того, Пономарев отказался участвовать в выборах в Координационный совет, которые прошли в октябре прошлого года, сославшись на то, что у него нет 10 тысяч внимания рублей для того, чтобы внести взнос как кандидат в Координационный совет. 10 тысяч рублей. И на этом основании он снял свою кандидатуру вот с этих самых выборов в Координационный совет. Поэтому давайте уж будем объективными. Сурков никакой протест не финансировал, а донос, который лежит на столе у Путина, не знаю, кто его написал, является в чистом виде доносом. Надо понимать, кто такой Сурков. Сурков всегда работает на хозяина. Если это Ельцин, значит, он работал на Ельцин. Если это Путин, он работал на Путина. Если это Медведев, он работал на Медведева. Если это Ходорковский, он работал на Ходоркова. Было время и на Фридмана работал. Совершенно верно. Если это Фридман, значит, он работал на Лаве. Он человек корпоративный. Конечно, то, что он совершил по отношению к нашей стране, это преступление. Потому что фальсификация выборов, это воровство голосов, это преступление. Цензура телевизионная, противоречие Российской Конституции, это преступление. Поддержка вот этих хунвейбинов, нашистов, это преступление. Потому что они, естественно, совершали хулиганские поступки, никто за них ни за что не ответил. Дальше. Он держал черную кассу Кремля. Это мы тоже знаем. Это мы тоже знаем. Финансирование партии жуликов и воров, финансирование нашистов и так далее. Это все контролировал Сурков. И вот черный нал, который шел, шел через него. Кстати, отсюда важный вывод. Суркова не посадят. Суркова не посадят, потому что, очевидно, ну, во-первых, посадка противоречит мафиозному путинскому принципу, что своих сажать нельзя. А главное, что он слишком много знает. В том числе и по такому, скажем, так щекотливому вопросу, как черная касса Кремля, то есть общак кремлевский. Вот ясно, что вот все эти вещи, но они не могут допустить, чтобы это всплыло, потому что это будет тотальная дискредитация, естественно, там Путина и всей его системы. Развернем немножко в другую сторону. Я пообещал просто людям, что задам этот вопрос. Путин решил поторопить Госдуму с принятием закона, позволяющего выходцам из Средней Азии получать российское гражданство. Легко получать и беспрепятственно практически. Ваше отношение к миграционной политике Кремля? Лично ваше отношение? Я считаю, что это опасные действия. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что эти люди, как правило, низкоквалифицированные люди. Это люди, которые будут выполнять любые указания начальства, которые здесь все равно считают чужими. А теперь их, кстати, еще в армию собираются признать. И очевидно, что Путин тем самым решил сделать ставку не просто на людей, зомбированных своим собственным зомбоящиком, но решил сделать ставку на людей, которые к стране, к России, не имеют отношения. Зомбоящик, кстати, стал очень плохо работать. Он уже практически не влияет. Он на самом деле все-таки влияет. Я с этим не согласен. Другое дело, что люди, которые живут в интернете, на них не влияют. У них уже иммунитет к зомбоящикам. Да, именно это я имею в виду. Нет, но я должен сказать, что две трети граждан черпают информацию и складывают свое мнение о происходящем, исходя из зомбоящика. А молодые люди, они не хотят идти в армию. А тут как раз послушные. Я считаю, что здесь есть вполне понятный корыстный интерес Путина. Это группа его поддержки. Замещение народа? Да, это группа его поддержки. Люди, которые получат гражданство в ускоренном порядке Средней Азии, 100% будут за него голосовать. Вот, собственно, на что он рассчитывает. Второе, это люди, которым можно легко манипулировать. Третье, я не знаю экономические основы для этого решения, но мне представляется, что мы всегда будем отсталой страной, если будем ориентироваться исключительно на низкоквалифицированную, необразованную рабочую силу. Всегда будем отсталой страной. Я согласен, что, например, приезд в нашу страну квалифицированных учителей, врачей, инженеров, бизнесменов, банкиров, это был бы огромный плюс для страны. Но у меня остается ощущение, что они сюда ехать не хотят, потому что в путинской России жить небезопасно, и риски слишком велики. Поэтому, к сожалению, сделана ставка на очень неквалифицированных людей, и это в целом ведет к люмпинизации страны. Понимаете, мы никогда не станем европейской развитой страной, если мы будем делать ставку только на люмпинах. Я не хочу никого обидеть, и, наверное, среди иммигрантов много, в том числе и средней азии, много вполне нормальных людей, но то, что мы видим сейчас по практике, это люди, у которых нет образования, это люди, которые плохо знают язык, плохо знают культуру, знают традиции нашей страны, которые все равно себя считают чужими. Еще они с рабской психологией, эти люди. Вот это надо понимать. Большинство из них с рабской психологией. Возможно, когда они тут ассимилируются, если они ассимилируются, они и не будут такими вот рабами. Но пока, к сожалению, мы видим вот это. И Путин цинично использует вот это их зависимое положение для того, чтобы безгранично властвовать в России. В конце мая выйдет ваш доклад о путинской олимпиаде в Сочи. Скажите, пожалуйста, основные выводы этого доклада и, на ваш взгляд, состоится ли все-таки Сочинская олимпиада в 2014 году? Два разных вопроса. Значит, давайте с выводов начнем. Первое. Это самая крупная воровская афера в истории России. За всю тысячелетнюю историю России. Такого масштаба хищений, такого масштаба разрушений, как на преподавателях в Сочинской олимпиаде, наша страна не знала. По нашим оценкам, оценкам нашего доклада, доклад, кстати, презентации, мы вас приглашаем, будет 30 мая, вот здесь, в этом кабинете, как раз в этом офисе, в 2 часа дня. Приходите обязательно, 30 мая будет презентация. По нашим оценкам, масштаб хищений от 750 до 1 триллиона рублей. Я вам могу сказать, что на эти деньги можно было построить жилье для миллиона человек. Вот они украли столько, сколько обеспечивал жильем миллион человек. На эти деньги можно было построить несколько тысяч высококилометров, высококлассных магистралей, дорог. На эти деньги можно в каждом из 1100 городов нашей страны построить было и хоккейную площадку, и футбольный стадион, и бассейн. Каждому молодому человеку можно было подарить коньки, каждой девушке можно было подарить роликовые коньки, а также выдать футбольный мяч и баскетбольный мяч. Каждому человеку в нашей стране. В возрасте там до 35 лет. То есть масштаб хищений совершенно запредельный. Это первое. Второе. Это абсолютная авантюра. Я родился в Сочи. Сочи – это последний субтропический курорт. Снега в Эмеретинской низменности, а это болото на берегу Черного моря. И, кстати, Эмеретинская низменность – не просто самое теплое место страны, но это самое теплое место Сочи. Там температура выше, чем в Центральном Сочи, где-то на 4-6 градусов. Все время. Там никогда не было снега и так далее. Там не развиты зимние виды спорта. В стране, где дефицит гигантских стадионов, площадок хоккейных и так далее, преступления строить роскошные стадионы, конькобежные треки и так далее, которые не будут использованы. Таким образом, это абсолютная авантюра. Ничего там не будет. Дальше. Третий момент. Они, эти стадионы, вообще не будут использоваться. Число посадочных мест на стадионах – 200 тысяч. Население из Сочи меньше 500. До этого в Сочи был центральный стадион «Жемчужина» имени Миттервеля, известного теннисиста. Он только в день открытия был заполнен. Этот стадион был на 10 тысяч человек. Следующая тема – это грубейшее нарушение, допущенное при строительстве. Весь интернет облетело, как покосился дом, потому что там тоннель построили и так далее. Я должен сказать, что там очень много было нарушений. Например, стадионы строят на болоте. Причем это болото, чтобы вы понимали, там нет твердого дна на глубине даже 170 метров. Это пойма реки Мзымта. Такая болотистая бездна получается. Да, потому что это пойма реки горной. Река Мзымта, кстати, знаменита тем, что на ней снимался классический советский фильм «Кавказская пленница». Это самая крупная река в районе Большого Сочи. И вот эта эмеретинская низменность – это пойма, которая тысячелетиями образовывалась. И вот на этой почве, которая, кстати, еще является сейсмоактивной, да, это сейсмоактивное болото, вот на этой почве построены тяжелейшие объекты и так далее и тому подобное. Дальше. Олимпиада обошлась нам, это надо понимать, дороже, чем все зимние олимпиады за всю историю человечества вместе взятые. Значит, первая олимпиада зимняя была в Шамани во Франции в 1924 году. С тех пор прошли 20 дней олимпийские игры. 50 миллиардов долларов, которые вот они там даже больше нарисовали, это больше, чем стоимость всех предыдущих олимпиадов. Но он еще хочет чемпионат мира по футболу в 18-м году, то есть нет предела совершенства. Правильно, но только вот смотрите, построили огромный стадион, да, Фишт. Его, кстати, еще не достроили. Центральный стадион, где будет открыт и закрыт, называется Фишт, в честь горы, там, которая недалеко находится. Фишт. Вот, 40 тысяч зрителей. Вот он будет использован, значит, в 2014 году один раз, а второй с 2018. Как вам нравится такое использование спортивных объектов? Перспективно. Перспективно. Теперь экология. Значит, при строительстве дороги Адлер-Красная Кополяна, эта дорога, наверное, самая дорогая в мире, цена одного километра дороги, 200 миллионов долларов США. Она из золота? Да, ее можно было сделать из тонкого слоя золота, там уже сосчитались, какой толщины черной икры можно было сделать. Цена этой дороги существенно, например, больше, чем вся американская программа полета на Марс. Она в 3,5 раза дороже. Вот, цена одного квадратного метра асфальта этой дороги, 10 тысяч долларов США, что выше где-то в 6 раз средней цены жилья в нашей стране и соответствует цене элитного жилья в городе Москве. 10 тысяч долларов, я подчеркиваю, квадратный метр асфальта. Так вот, эта дорога строилась хищническим способом. Хищник. Вырубались реликтовые леса, прорубались карстовые разломы, делались там в горах. Это заповедник, да, называется это Западный Кавказ. И экологи там, конечно, кошмарно, что устроили. Но это же просто преступление, какое-то одно чудовищное преступление. Да, это, я говорю, это самое крупное преступление за всю историю России. Я вот уверен в этом. Значит, я должен сказать, что Путин установил жесточайшую цензуру на любую дискуссию вокруг Олимпиады в Сочи. Если вы заметили, даже во время его горячей линии, когда он там с народом, он ни разу слово «Олимпиада» не употребил. Дальше вы должны понимать, что на Олимпиаде использовался труд гастарбайтеров. И очень многие, в первую очередь из Узбекистана, кстати говоря. И когда я был в Сочи, вот недавно досмотрел, как там идет строительство, а там еще конь не валялся, откровенно говоря, там не достроен. Очень многие объекты. Значит, гастарбайтеры не получают многие зарплаты. Это неквалифицированные люди. И можно себе представить, только какого качества объекты они там сдают. Дальше. На подрядах на Олимпиаде задействованы были друзья Путина. Самое большое количество подрядов получил, естественно, член кооператива «Озера» и по совместительству руководитель железы дороги Кунин. А вот масштаб трат бюджетных и государственных – 300 миллиардов рублей. Совершенно астрономические деньги. Потом брать Ротенберге, который спарринг-партнера Путина, когда он был молодой, поджидуя, имею в виду. Значит, у них количество объектов 21. И общий размер государственных денег, которые этим братьям Путин подарил, это больше 227 миллиардов рублей. И все объекты. Там есть объекты «Газпрома», там есть объекты «Сбербанка». Это все его друзья. Вот все его друзья получили вот эти самые подряды. И поэтому, когда будет разбирательство, а я надеюсь, что оно будет, надо иметь в виду, что это вот вся его бригада там и пилила все эти самые деньги. Подружески. Теперь самый последний вывод. Несмотря на огромное количество нарушений, допущенных при подготовке к Олимпиаде, нет ни одного, я подчеркиваю, ни одного уголовного дела, доведенного до суда по фактам хищений, нецелевого использования, нарушений техники безопасности. Там 25 человек погибло при строительстве Олимпиады. Нет ни одного уголовного дела. Вот была знаменитая такая показуха со снятием с работы Белалова. Да, было. Помните, да? Да, он нарычал. Да, да, он на него нарычал. Я вам сообщаю, во-первых, цена трамплинов, которые они там строили, в 10 раз выше, в 10 раз выше, чем аналогичные трамплины, построенные на Ванкувере, в Сотлой Сити, в Лилихаммере, в Турине, то есть на других Олимпиадах. Потому что это же однотипные вещи. Он же не знал. В 10 раз выше. Мало того, что смета завышена там была в 6-7 раз. Цена выше в 10 раз. Белалова сейчас якобы возбудили уголовное дело. Вы знаете, что это не дело о хищениях при строительстве трамплинов? А о чем? Совсем другое. Белалов был директором, президентом такой вот корпорации, курорты Северного Кавказа, может вы слышали. И Белалову меняют вину, что он на частном самолете летал на конференцию в Лондон и истратил на командировку 2 миллиона рублей. Это никакого отношения к Олимпиаде не имеет. А по Олимпиаде есть политическая установка, что никаких уголовных дел быть не должно. Стесняются. Дальше. Беспрецедентная история. Счетная палата имени Степашина и Путина, которая должна была контролировать расходование бюджетных средств, государственных средств. Все отчеты засекретило. Этих отчетов нет. То есть деньги бюджетные, деньги государственные, а все под грифом для служебного пользования. Это вообще беспрецедентная история. Это не производство ядерного оружия. Это не какие-то секретные разработки. Это не расходы на спецслужбы. На каком основании сметы, завышенные, как я уже сказал, в десятки раз, засекретили счетная палата? На каком основании они это сделали? То есть это не просто воровская афера, а это воровская афера, которая крышуется конкретным Путиным, для того, чтобы народ не узнал, каким образом разворовали огромные деньги. Но он знает, что воровать плохо, и этого стыдится. И, знаете, как голубой воришка. Я понял. Нет, он не этого стыдится. Он хочет другого. Надо понимать, что Олимпиада является его личным проектом. Он хотел доказать, что он такой всемогущий, что он пользуется авторитетом не только в стране, но и в мире. Сейчас стало ясно, что Олимпиада – это воровская афера, и это позор его личный. Так она будет все-таки или нет? Я вам хочу сказать так. Они сорвали графики ввода практически половины объектов. Не, не всех, почти половина. Например, центральный стадион, где должно быть открытие Олимпиады, этот стадион не достроен. Стадион Фейшн. Всего не достроено на апрель месяц, сейчас у меня нет данных, где-то около 200 объектов. Я подчеркиваю, около 200 объектов. Я думаю, что они достроят. Тяп-ляп с помощью гастарбайтеров. Понятно, какого качества они достроят. И, конечно, они будут снег на вертолетах возить, если будет тепло. Кстати, отдельная тема насчет того, какая будет температура. Они достроят. И ее проведут. Проведут, безусловно, они ее проведут. Только надо понимать, что дальше это никак использовано не будет. И мы должны требовать, чтобы было расследование, чтобы были наказаны люди, которые допустили все это воровство, аферы и так далее. Кстати, по поводу климата. У меня ощущение, что вот этим варварским уничтожением природы, я имею в виду, в первую очередь, ущелье Красная Поляна, они изменили там климат. То есть, я знаю точно, что в середине февраля этого года температура в Красной Поляне, обращаем внимание, Красная Поляна – это горная часть, то есть там, где должны проходить соревнования лыжников, биатлонистов, где бобслей, санки, да, там прыжки с трамплина, вот там, где требуется натуральный снег, а не искусственный лед, да. Вот эти соревнования должны будут проходить при температуре плюс 15 градусов. Такая температура была 15 февраля 2012 года. Такой температуры никогда в Красной Поляне не было, только в 2012 году такая температура установилась. Понимаете, это плюс 15. Бедные лыжники, как они будут бегать при такой температуре? Ну, вот был этап Кубка мира по биатлону. Вот он проходил в марте, да, я вам должен сказать, что это этап Кубка мира проходил при температуре тоже плюсовой, она там была плюс 6-7, пытались пушками там накачать снег, биатлонисты бежали в тумане, в кромешном, а, кстати, на стадионе и в начале инорода не было. Там они еще одно открытие же сделали, это вообще классика. Открытие стоит вот в чем. Они, борясь с терроризмом, если вы думаете, что вот вы, купив билет, например, на биатлон, попадете на стадион, где ребята бегают там и девушки тоже, вы ошибаетесь. Значит, чекисты придумали еще так называемый паспорт болельщика. То есть вы покупаете билет, а потом вы должны получить паспорт болельщика. Паспорт болельщика выдает ФСБ. Я не шучу. И иностранцам тоже? Всем. Паспорт болельщика выдает ФСБ. Когда проходил этап Кубка мира по биатлону, стадион в первый день был пустой. Можете посмотреть в интернете. Никого народу нет. Хотя интерес большой, да? Почему? Потому что люди купили билет, пришли, им сказали, а где у вас паспорт болельщика? Нет паспорт болельщика. Они сказали, вот идите в отделение ФСБ, там в Адлер, и вам там будут давать. Ну, кто-то пошел, кто-то не пошел. Потом надо понимать, что в Сочи дикие пробки. Такие же, как в Москве или даже круче. Ну, вот паспорт болельщика – это изобретение. То есть они будут отсекать людей, которые, на их взгляд, являются неблагонадежными, склонными к экстремизму, терроризму и так далее. Кубертан когда-то сказал, о, спорт ты мир. А у нас, получается, о, спорт ты позор. Ну, то, что это позорище полное, у меня никаких сомнений нет. Совершенно ясно, что они сделают красивую картинку, они наняли там за… Вы знаете, сколько стоит открытие Олимпиады? Вот только, вы знаете, что такое открытие Олимпиады? Вы скажете, открытие Олимпиады, вот понятно, с факелом бежит чемпион Олимпийских игр, зажигается факел, потом там красивые представления и так далее. Знаете, какая сумма? 1 миллиард 600 миллионов рублей. Эти деньги дали осваивать Константину Львовичу Эрнсту. Ну, Константин Львович любит круглые суммы. 1 миллиард 600 миллионов рублей будет строить шоу, и это шоу потрачено на то, чтобы показать, как все у нас тут круто, как все у нас хорошо. Теперь самое главное. Они пытаются народу внушить мысль, что это частные инвестиции, это абсолютное вранье. Значит, 96% этих огромных денег – это государственные средства. То есть, это деньги бюджета, это деньги госкорпорации, это деньги Государственного внешнеэкономбанка, это деньги 96%. Это наши с вами деньги, чтобы вы понимаете, 96%. Спасибо вам, Борис Ефимович, за содержательную беседу. Как говорится в одном еврейском анекдоте, сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали. Похоже, что так случилось и на этот раз. И от вас зависит, последний это раз или нет. Смотрите «Политвестник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова